Совет директоров ПАО «АвтоВАЗ» утвердил создание двух новых моделей «Лады». Первый станет кроссовер на платформе «Весты», а второй – отдельное семейство класса «Б» на глобальной платформе, очевидно, из ассортимента альянса «Рено-Ниссан». Серию новинки должны пойти не позднее 2025 года. Это два автомобиля, нацеленные на среднесрочную перспективу. Ожидается, что они встанут на конвейер на 2024-2025 годах. Первое – это развитие платформы «Веста». На ее базе будет создан кроссовер. Больше пока, к сожалению, подробностей вам сказать не могу. Создать совершенно новый кроссовер за 2-3 года – это очень серьезная заявка. Однако, как выяснил телеканал «АвтоПлюс», проектировать машину с нуля вазовцам не придется. Ведь заготовка в запасе имеется. Помимо «Весты-седана» и «Весты-универсала», авторы модели изначально разработали и третий вариант кузова – хэтчбэк. Но до конвейера дошли только первые два. Посмотрите внимательно. На видео случайно показалась компьютерная модель того самого хэтчбэка. У него покатый силуэт, а также укороченный задний свес. Нарастив дорожный просвет и внедрив соответствующий обвес, можно малой кровью получить симпатичный паркетник. Чем, видимо, и займутся инженеры и дизайнеры из «Тольятти». Уточним, мы не говорим с уверенностью, но очень похоже, что обещанный кроссовер на базе «Весты» будет именно таким – приподнятым пятидверным хэтчбэком на переднем приводе. Для его освоения нужен лишь небольшой набор новых штампов, а также другие задние фонари. Со второй анонсированной новинкой дело обстоит гораздо понятнее. Это будет «Рено Логан» третьего поколения, но со своим дизайном наружных панелей, оформлением интерьера и чисто вазовскими моторами. И вторая – это модельное семейство сегмента «Би», которое в том же сегменте играет «Лады Гранта». В нем будут седан «Универсал», «Универсал Кросс». Эта машина будет базироваться на глобальной, но доработанной платформе. Собственно, достаточно высокая степень готовности уже находится. Начать производство этого семейства можно было бы хоть сейчас, но после ухода концерна «Рено» из России «АвтоВАЗ» вынужден заниматься импортозамещением. Для бортовой электроники, деталей шасси и многого другого теперь нужно искать других поставщиков. А вот дизайн утвержден окончательно. Его даже успел оценить прежний глава автогиганта Николя Мор. Машина получит фирменные выштамповки на боковинах. Знакомые по вести X-Rail.